Сегодня страна отмечает 155-летие со дня рождения политического деятеля Алихана Букиханова. О знаменательной дате сегодня на своем твиттер-аккаунте написал Касым Жамартукаев. Президент отметил, что в начале прошлого века казахская интеллигенция во главе с одним из лидеров партии Алаш неустанно боролась за национальные интересы. Сегодня же в Национальной библиотеке в Алматы прошла выставка «Олтунла Косима», посвященная его жизни и творчеству. О торжествах и становлении выдающейся личности расскажет Дина Жанабекова. Книжно-иллюстративная выставка из фонда редких книг и рукописей включает в себя главные труды Алла Шординца Алихана Букиханова. Ведь наряду с политической и научной деятельностью он занимался публицистикой, а также переводил на казахский язык произведения русских и европейских писателей, басни Эзопа и образцы индийской литературы. В чуть более чем 260 номерах первого общенационального издания газеты «Казах» он опубликовал больше 300 различных материалов. В своей статье «Тавель Суздек Байарни Хмбат» президент отметил значимость политической деятельности партии Алаш. Он подчеркнул, что казахская молодежь должна знать о ее наследии. Юбилей Алихана Букихана – один из значимых праздников, отмечаемых в этом году по случаю 30-летия независимости. Ученый, журналист и создатель первой казахской политической партии сыграл огромную роль в становлении казахстанской государственности. Алихан Букиханов принял активное участие в национально-освободительном движении. После создания партии «Алаш» и правительства «Алаш-Орды» в 1917 году Алихана Букиханова избрали ее председателем. А газета «Казах» становится официальным печатным органом объединения. Это было поистине историческое событие, поскольку впервые стало реальностью создания единого казахского государства. Алихан Букиханов был особенной личностью. Этот человек поднял казахстанскую политическую жизнь на новый уровень. Это привело к национально-освободительному движению в казахской жизни, инициированному интеллектуалами с программной основой, четкими целями, интересами и задачами. Напомним, 5 февраля 2021 года на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия независимости Казахстана Касым Жомар-Тукаев подчеркнул, что важнейшим направлением праздничных мероприятий станет популяризация наследия выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории нашего народа. Дина Жанабекова, Ганни Калуов, телеканал Алматы.